Тос Никуличи один из самых ярких в Рязанской области. Четвертый год подряд его проекты победители программы поддержки местных инициатив. Один из них так называемый колодец Авеля, местного архимандрита, облагороженный при финансовой поддержке властей. Место намоленное, говорили местные жители губернатора, но нам бы еще зимой здесь помочь с пешеходными тротуарами. Мы для этого и приехали, парировал Николай Любимов. У вас самое главное есть кому заниматься? Да, занимаемся, мы пишем уже и с подрядчиками, и с перевозчиками. Мы честный контакт, но простите, чтобы развернуть это. Ну да, мы приехали посмотреть, чем еще помочь нужно. Никуличи поселок активный и самостоятельный. Вот только местную школу 10 лет назад признали аварийной и закрыли. А ведь это старинный дом уважаемого здесь купца Кублицкого, который мог бы стать местом всеобщего притяжения. Решение будет, заверил активистов губернатор. Напрашивается выход определенный, создать здесь какой-то такой многофункциональный культурно-досуговый центр, может быть, с группами одной-двумя для детского сада. Ну то есть вот здесь нужно такое особое решение. Оно типовое какое-то не подойдет, и мы, надеюсь, до осени такое решение, до этой осени найдем. Каким бы хотели видеть это решение местные жители, активисты ТОСа уже озвучили. Их устроит все, и частичная, и полная реконструкция здания. Инициатива была такая, что либо часть этого здания вернуть в использование, либо же рассмотреть возможность строительства здесь некого культурно-досугового центра, может быть, с детским садом. Впрочем, просто ждать в местном ТОСе точно не намерено. Так здесь не принято. Есть важные задачи прямо сейчас. В программе поддержки местных инициатив от Никуличей снова победил проект ремонта поселковых автодорог второй год подряд. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».